Политзаключенного Дениса Лазовского задерживали дважды, в августе 20-го года и в августе 21-го. Сейчас он отбывает наказание на химии в Круглом за то, что выходил на акции протеста. Возвращался я домой с митингом 10 августа 20-го года. Уже возле дома подъезжает автобус, вылетают люди в балаклавах и задерживают меня. Отключили двумя ударами. Я пришел в себя в РУВД на полу, лежу на животе, руки в наручниках за спиной, голова разбита, под головой небольшая лужица крови. Когда поменялась смена, нас всех заставляли встать к стене на колени, лбом в пол, руки за спиной в наручниках. Ко мне пару раз подошли, в том числе сотрудница Карина, спрашивала, почему не становлюсь на колени. Я говорил, что не хочу. На эмоциях я начал кричать, да достань ствол и стреляй мне в голову. Она посмотрела на меня, махнула рукой и ушла. В общем, в РУВД избивали нас нормально так. Когда нас перевозили в Жодино, ОМОН пересчитывал нас по головам дубинкой. Раз, два, три, семнадцать, восемнадцать. Через год, семнадцатого августа двадцать первого года, меня снова задержали возле подъезда, когда я выходил на работу. Снова избиение. По дороге в губок били ладонями по голове и по шее, задавая вопросы, которые касались моих политических взглядов. Затем на видео пришлось сказать, что участвовал в массовых беспорядках. Но я понимал, что ни в каких погромах и поджогах я не участвовал. Дальше меня бросили на Окрестина, затем в СИЗО до суда, где я получил три года химии. То, что я попаду в такие места в статусе политзаключенного, никогда в жизни не предполагал. Продолжение следует...